В кинозале музея панорамы «Сталинградская битва» состоялся закрытый показ короткометражного фильма «Тася». 30-минутная кинолента повествует об отношениях людей, прежде всего о проблемах, возникающих между поколениями. Главную героиню фильма, юную девушку по имени Тася, воспитывает дед-фронтовик, ветеран Великой Отечественной. Несмотря на это, она не понимает, какой ценой ковалась победа над фашизмом. Зачастую молодое поколение знает мало об ужасах войны, демонстрируя протесты и неуважение к старшим. Смысл жизни они ищут в другом, и ценности у них другие. Наша задача заключалась именно в том, в том числе, чтобы разбудить в каждом молодом человеке, как в Тася, ту любовь, ту искренность к своим дедушкам и бабушкам, к прадедушкам и прабабушкам, которые действительно в те страшные годы войны фактически многие были в том же возрасте, что и Тася сегодня. Сюжет динамичный и насыщенный. Создатели картины раскрыли не только тему проблемы отцов и детей, но и то, что человеку порой особенно незрелому. Чтобы понять важные вещи, необходимо прожить их самому. Можно сколько угодно говорить молодым ребятам, детям, но если молодой человек не переживет какую-то историю, какую-то ситуацию, какое-то событие лично, прочувствовав, что может герой той или иной ситуации в тот момент ощутить, то никакими словами ты не расскажешь и не дашь погрузиться в атмосферу той или иной истории, той или иной ситуации. Тася прожила этот момент. Героиня словно родилась заново. Авторы ленты попадают в точку. После просмотра фильма катарсис наступает и у юных зрителей. Общаясь после фильма с теми ребятами, кто, собственно, делился своими эмоциями, вот как я уже сегодня рассказал историю, когда девчонки подошли, подружки, и показ фильма сподвиг их изучить историю семьи, присмотреть фотоальбом, найти удивительную историю о своих бабушках, фронтовичках. Это стоит очень дорогого. И действительно, не через назидание, не через формат. Вы обязаны, вы должны знать историю своей семьи, бабушек, дедушек, кто и что. А вот именно сделать некий посыл, то есть подсказать это сделать. В финале фильма молодая героиня переосмысливает все происходящее, понимает, что человеческая жизнь хрупкая. И самое главное, что ее дедушка – герой, любящий и важный человек в ее жизни, благодаря которому в далекие годы на земле наступил мир. Мы видим, как трогательно главная героиня Тася в последних минутах фильма относится к деду, как она его обнимает. И видна эта искренняя любовь, искреннее понимание того, что он действительно очень дорогой для нее человек. Этот кинопроект некоммерческий. Он сделан с душой и профессионалами в непростой пандемийный год, в сжатые сроки. Несомненно, изюминкой киноленты стали красивые локации съемок в Подмосковье. Боевые орудия и техника времен Великой Отечественной войны. Молодые и талантливые актеры, прошедшие серьезный кастинг. Отношения у нас с ними на съемочной площадке были выстроены просто безупречные. Это профессиональные актеры, яркие, чувственные, творческие, очень четко понимающие ту задачу, которая перед ними ставилась, с теплом в душе, относившиеся к сюжету фильма. То есть он им был близок по своему сюжету, по направлению действий. Потому что и у Екатерины, и у Кирилла дедушки и бабушки тоже были участвованы в Великой Отечественной войне. Авторы фильма «Тася» обещают, что в ближайшее время лента выйдет на широкие экраны и тронет сердца зрителей. Тем самым внесет вклад в сохранение исторической памяти российского народа. Телеканал «Волгоград-1» также покажет картину «Тася». Валентина Конышева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».